Мы продолжаем работу нашей зимнеисторической школы, и вашему вниманию очень рады мы представить директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексея Александровича Маслова. Алексей Александрович, мы рады вас приветствовать на нашей зимнеисторической школе. Друзья мои, коллеги, спасибо большое. Я рад вас всех видеть, главное, здоровыми. Надеюсь, это будет продолжаться и дальше. Я сегодня хотел бы поговорить о Китае, о России, о ключевых ценностях. И я не буду говорить сегодня о политике, о политических взаимоотношениях между Россией и Китаем. Об этом много говорят. Это действительно очень важная тема, но нам важно понять другое. Где и как Россия и Китай могут находить общие точки, и где они не могут находить общие точки. И почему наши цивилизации действительно разные. Они разные не потому, что в России живут масса людей, и русские, и татары, и все остальные, а в Китае живут китайцы. Дело не в этом. Дело в том, что исторически цивилизации формировались по-разному. И нам надо понять, на основе чего в Китае, например, до сих пор существует очень мощная национальная идея. Хотя Китай не говорит никогда слово «национальная идея». Технически это можно перевести на китайский язык, и Китай говорит о китайской мечте. А Россия говорит очень много о национальной идее, но при этом с большим трудом ее формулирует. Здесь важно, поскольку мы все живем в России, в общем, представляем, как она устроена, я хотел бы поговорить сначала о Китае. Что вообще всегда нас поражает в Китае? Прежде всего, конечно, как началось с 80-х годов, 20-го века, многие стали говорить, как Китай быстро растет. И начали говорить о китайском чуде, говорить о том, что никто не ожидал, что Китай так быстро вырастет. Я помню, еще в 90-е годы, читая научные журналы, российские научные журналы, я читал, что пройдет столетие, прежде чем Китай догонит Россию. Но, как мы знаем, произошло все совсем по-другому. Россия сейчас в 10 раз российская экономика уступает китайской. И почему так произошло? На самом деле, потому что мы довольно плохо знали историю Китая. Или мы посмотрим на развитие Китая под долей в мировом ВВП, исторически посмотрим. Это сводная таблица, посмотрите вторую строку сверху, и вы увидите, что Китай всегда был практически до 19-го века крупнейшей мировой фабрикой. Китай всегда абсолютно производил большую часть ВВП в мировом объеме. С ним конкурировала, правда, не очень удачно Индия, все остальные страны были позади. Китайская экономика была так устроена, что когда она развивалась в рамках своей модели, она производила больше, не потому что в Китае больше жило людей, а потому что на самом деле экономические связи в Китае были лучше отработаны. И если мы берем доиндустриальный Китай, он был крупнейшим производителем. И дело даже не в том, что он много производил. Китай уже тогда производил практически треть мирового продукта и поставлял его на экспорт. Правда, в отличие от того, что сегодня происходит, не китайцы торговали, не они контролировали пути сообщения, а контролировали пути сообщения другие этносы, другие люди. Это, прежде всего, арабы, персы, которые, собственно, и перевозили товары по шелковому пути. И многие другие племена, которые просто исчезли из мировой истории, например, кидани, по-китайски цидань, табгачи. Просто их следы вымрались из мировой истории. Историки, конечно, их знают, но, в принципе, они были поглощены Великим Китаем. Китай, производя огромный прибавочный продукт, давал возможность жить другим этносам. Собственно говоря, вся арабская торговля, которую мы сегодня знаем, исламская торговля, она была построена на китайских товарах. И когда мы обнаруживаем сегодня в Греции или в Италии, то есть в Риме, обнаруживаем китайские артефакты, черепки, их принесли туда не китайцы, их принесли туда путешественники, персы, прежде всего. Как известно, главным языком на шелковом пути был не китайский, это был фарси, то есть персидский язык. Но помимо того, что Китай дал, как говорится, жизнь, развитию арабов и персов, экономическому развитию, естественно, Китай дал развитие еще одному, одной категории или одному виду деятельности, это банковская деятельность. Когда Китай продавал, производил и продавал такое количество прибавочного продукта, он продавался за рубеж, но обратно везли не продукт, обратно везли золото, серебро, деньги и так далее. Это очень опасно, их можно украсить. Поэтому была создана уже сегодня известная нам банковская система. Когда выписывались векселя, чеки, то есть ценные бумаги, их можно было обменять в Китае. Первые мировые банки, вот как мы их сегодня понимаем, когда мы можем класть туда деньги, получать какую-то расписку, брать деньги из банков, они возникли в 11-12 веках именно в Китае. Более того, понятие вексель, закладная бумага, возникло в Китае в 12 веке. И не потому, что китайцы такие изобретательные, потому что объем торговли был такой, что без них просто было невозможно обойтись. Там есть, правда, и технический вопрос, учитывая, что Китай использовал рисовую бумагу, вот этот вексель не истирался, он не мог быть просто так порван. Китай, формируя собой и банковскую систему, он дал рождение крупнейшему еврейскому капиталу, еврейские минялы, иудейские минялы были практически по всему шелком пути. Вот эта сцепка, Китай как производитель, еще одна группа как перевозчики, логистика, как мы сегодня сказали, и еще одна группа как финансисты сформировалась именно потому, что Китай много производил. Парадокс заключается в том, что Европа, которая, как видите, сильно отставала от Китая, неважно, какая страна там была, в силу географических условий, что Германия, что Франция, они могли производить одно и то же, климат один и тот же, и только большой знаток может отличить французское вино от немецкого вина, например. В то время как Китай производил то, что в Европе невозможно было производить. И уже тогда, как можно понять, китайская торговля всегда шла в пользу для Китая, Китай продавал больше, чем покупал. Или вспомните карту Китая, Китай вытянут таким образом, что он покрывает сразу несколько зон, климатических зон. Как следствие, Китай мог самообеспечиваться. На юге Китая производили рис, на севере Китая производили проса, кто-то выращивал животных для того, чтобы извлекать из них мех, кто-то выращивал коров и так далее. То есть Китай покрывал все. Более того, китайские климатические условия значились лучше, чем в России. Учитывая, что за Уралом в России холодно, в Китае холодная зона очень невелика. И более того, она прилегает к России. Формально она переходит в Россию. Таким образом, китайская модель, еще раз говорю, была очень производительной всегда. И Китай колоссальным образом отличался от всех стран. По сути дела, расчет ВВП Китая, исторического расчета ВВП Китая начался, как ни странно, не так давно. Это один из прорывов востоковедения, который произошел в американском, в британском востоковедении в 90-е годы 20-го века. До этого, в основном, изучали старые трактаты, изучали Конфуция, Лао Цзэ. Это очень важные, безусловно, философы. Но не было понятно, Китай-то как развивался. И вот сегодня, например, можем точно сказать, что, например, по килокалориям на душу населения, сколько потребляли китайцы в 17-18 веке, они питались лучше, чем европейцы. То есть вот эта картинка старого, отсталого Китая, где исхудалые крестьяне работают на полях, она просто неправильна. Более того, китайцы жили по продолжительности жизни дольше, чем европейцы, на 2, на 3, на 5 лет, что говорит просто о лучших условиях жизни. В Китае гигиена и медицина была поставлена лучше, чем в Европе, если мы берем за аналогичные периоды. То есть, в общем, Китай в этом плане был вполне передовой стороной. Китай, конечно, проиграл потом, и мы об этом поговорим, почему так произошло. Но самое главное, нам надо понять, что пока Китай развивался в рамках своей модели, государство правит, но на низовом уровне идет сплошная конкуренция, и государство не вмешивается в низовый уровень. Китай развивался очень хорошо. Как видите, это все происходило до 20-х годов 19 века. Потом происходит известная история, в Китай приходят европейцы. И считают, что приходят с оружием, в Китае была очень плохо развита военная техника, Китай проигрывает, потому что он забыл, что надо защищать свои интересы. И Китай проигрывает опиумные войны буквально за 30 лет. Вот эта вся 5000-летняя цивилизация падает моментально, с диким грохотом. И причем падает почти на 150 лет. Это чудовищное, страшное унижение. Унижение той страны, которая считала, на самом деле, являлась абсолютно центральным по своему мышлению. Нам даже сложно сейчас представить, что такое война, проигранная на 150 лет. В Китай и до этого приходили завоеватели. Были джурджени, они же потом манчжуры, как, известно, последняя китайская династия была манчжурской. До этого в 12 веке были монголы. Еще, если отмотать назад, были гунны в Китае, которые правили, сюнну, которые правили половиной Китая. А еще дальше, отматывая назад, были другие кочевники, которые правили Китаем. Вообще, в Китае всего было 26 династий. И из них треть была не китайской. То есть, треть периода Великого Китая правили не китайцы. Но китайцев это очень мало волновало, потому что постепенно все эти кочевники, все монголы, манчжуры становились китайцами. Они начинали говорить на китайском языке, они забывали свой язык. Известно, что уже, например, манчжуры, которые требовали, чтобы китайцы выучили манчжурский язык, а он, я напомню, не китайский язык, а совсем другой язык и другая письменность, через 150 лет перестали сами говорить на манчжурском языке. И Китай практически втягивал в себя любые этносы и любые нации, любые языки. Китай всегда экспортировал культуру, и она была очень привлекательной. И единственный сбой в этом экспорте оказался именно в XIX веке, когда пришли американцы, прежде всего британцы, испанцы, португальцы, и китайская культура не смогла их адаптировать внутрь себя. Вот это и есть сбой тысячелетнего механизма. И люди, которые пришли, они начали Китаю объяснять, что он развивается неправильно. Что, например, в Китае нет единой религии, а это главный момент. Что нет понятия единого Бога. Что вообще надо вести христианство, возможно, католицизм, возможно, православие. Но в любом случае надо как-то иметь хотя бы одного Бога в Китае. Без него невозможно жить. Надо совсем по-другому строить образование. Кстати говоря, именно тогда в Китае образуются первые университеты. Именно американцы строят Дмитрий Пекинский университет, британцы строят на юге Китая университеты и так далее. И, как ни странно, передовые технологии, которые принесутся прямо в Запад, не подняли Китай, а наоборот обрушили. Мы смотрим по ВВП, ВВП идет вниз. Сначала постепенно, потом с дикой скоростью идет вниз. И это связано во многом с тем, что сбилась традиционная форма организации управления обществом. Вот эта попытка перенести западный стандарт на Китай привела к тому, что Китай просто как бы организм начал умирать. Западная культура была метастазовой в китайский организм. Он не был здоровым, но он не был смертельно болен. И да, в Китае была коррупция чудовищная. Китай шел волнами. В Китае, как известно, есть династийные циклы. В период взлета династии все очень здорово. Потом нарастает коррупция, нарастают ошибки в управлении государством, нарастает воровство. Китай разваливается, наступает хаос и наступает новая династия. Это нормальный цикл. Здесь вот этот цикл сбился. И по сути дела то, что сегодня мы видим, вот рост китайского ВВП, это возвращение в норматив китайского развития, норматив китайского цикла. Если мы рассматриваем Китай с точки зрения концепции Валерстайна, например, мира системы, то мы понимаем, что Китай был до XIX века в центре мирового производства. Конечно, учебники написаны европейцами, поэтому нам кажется, что мы были в центре производства. Но в реальности, по оценкам, конечно, был Китай. И более того, китайских товаров в мире было просто больше. И на Китай, и китайские товары контролировали мир. Но в любом случае Китай был отброшен на полупериферию и периферию. И то, что мы сейчас видим, это возвращение Китая в центр круга, в центр, вообще в центр как таковой. Потому что, чтобы вернуться обратно в центр, уже просто экономики недостаточно. Нужна и политика, нужны вооруженные силы, нужна идея. И если тогда идеи были не очень важны, торговля не базируется на идеях, торговля базируется на товарах и деньгах. Сегодня от Китая требуется какая-то позитивная идея. Китай ее транслирует, о чем мы сегодня поговорим. Транслирует как может. И она не очень попадает в европейское сознание. Но в любом случае мы должны понимать, что Китай всегда был крупной стороной и пытается сейчас вернуться в центр. То есть сейчас это восстановление, реорганизация китайской системы культуры и ценностей. Это вот тот этап, на котором живет Китай. Но есть особенности развития китайской цивилизации, которые надо учитывать. И которые очень сложно нами воспринимаются. Посмотрим, кто живет в Китае. Вот те чайесные люди, лица, это китайцы. Но они разные, как вы видите. Они разные даже по цвету кожи. И в Китае официально живет 56 этносов. Самый большой из них китайцы, ханьцы. То есть люди, которых мы называем китайцами, по-китайски называются ханьцы. И формально можно сказать, что Китай это моноэтническая нация. Ну когда там более 90% населения ханьцы. Все остальные нацменьшинства. В России такого нет. Но если мы посмотрим внимательно. Это, кстати говоря, у нас меньшинство. Вот такой кудрявый парень. Это народность Бай. Девочка, которая в центре улыбается. Это народность Мяо. Там сбоку девочка. Это народность Наси. И так далее. Южные китайские народности. Если бы они жили в Бирме, мы бы называли их берманцами. На самом деле. Это те же самые берманцы, которые живут в Бирме. Но в Китае они называются китайцами. Как так может произойти, что в Китае живет масса народностей, но которые говорят, и это один из первых парадоксов, с которым мы сталкиваемся, на разных языках. Те, кто учат китайский язык, те хорошо знают, что когда мы приезжаем в Пекин, мы слышим один язык. Приезжаем в Шанхай, мы слышим другой язык, который не понимаем абсолютно. Приезжаем на юг Китая в провинцию Гуандун или в Гонконг. Это третий язык и так далее. То есть, если вы проедетесь по Китаю, вы увидите, что тот язык, который вы учили в университете, неважно, в России или в Америке, на этом языке не все говорят. Потому что большинство говорят на северном китайском языке. Вот мы видим, что Китай жестко разделен на северные и южные провинции, которые... Вот так выглядят карты современного Китая, как он сейчас располагается. Но в реальности единым Китай стал не сразу. Мы должны хорошо понимать, что Китай – это склеенное, комплексное государство, склеенное из очень многих первичных царств, владений. И самое главное, изначально на этой территории жили этнически разные люди. И они сливались воедино, но не утратили своего языка. Вот посмотрите, большое такое вот оранжевое... Фиолетовое, прошу прощения, фиолетовое пятно – это нормативный китайский северный язык. Это северяне как жили. Но при этом, например, посмотрите, такое вот голубое пятно, где язык У. Так на этом языке говорят шанхайцы. Чтобы доехать от Шанхая до Пекина, надо, чтобы долететь там меньше часа, 45 минут. И вы попадаете уже в другой язык. Если вы едете на север Китай, на юг Китая, вы попадаете в третий язык. Причем каждый из этих людей скажет, что он говорит на китайском языке. Вы никогда не можете представить, что, например, вы переезжаете из города Казань в город Владивосток, и вы должны учить владивостокский язык. Мы не можем так представить. Мы не можем представить, что в Москве говорят на одном языке, и на языке, не диалекте, а, например, в Твери на другом. Но в Китае именно так и происходит. И каждый язык считается китайским. Если вы спросите у Шанхайца, на каком языке он говорит, он скажет, конечно, я говорю на китайском. Китайские историки говорят о том, что это диалекты. На самом деле это не диалекты, это языки. Их объединяет только одно – единство иероглифов. Иероглифы стали для Китая той основой, которая объединила абсолютно разные этносы воедино. И это очень важный момент. Если бы не было единых иероглифов, иероглифы, на самом деле, возникли, конечно, очень давно, во втором тысячелетии нашей эры, но едиными они стали только в конце первого тысячелетия, когда весь Китай стал писать на одних и тех же иероглифах. То есть были иероглифы, которые не использовались повсеместно. Была проведена реформа. Именно, кстати говоря, считается тем императором китайским Тиньши Хуанди, который достроил Великую Китайскую стену и вел единую монету. Известную монету, которую наверняка все знают, круглую с такой квадратной дырочкой посредине. Но что произошло? Вот эти остатки, как мы бы сказали, дыреваты от древней культуры, которые не едины, они сохраняются. И Китай время от времени исторически раскалывается на несколько регионов. Китай постоянно, практически до начала нового времени, распадался на разные царства. Самое интересное, что еще в 20-х годах 20-го века, когда наступает революционная ситуация в Китае, сотрудники Коминтерна говорили, давайте сделаем два Китая. Зачем нам один большой Китай? Вот один Китай будет на юге Китая, вот там прогрессивные люди, там умные торговцы, там вообще даже говорят на английском языке, а на севере Китая мы сделаем совсем другой Китай. Обратите внимание, что даже во многих западных языках есть два названия для Китая. Известное название Китай, скорее всего, происходит от названия премии Кидани, по-китайски Чидань, которые жили по северным регионам Китая. И с ними сталкивались русские, когда с севера заходили в Китай. Кидани не были китайцами, Кидани были тюркоязычными племенами, но их, собственно, принимали за китайцев. В то время как, например, на английском языке, как известно, Китай – это China, даже как по-французски «щин», у нас нет такого названия, потому что это было, скорее всего, происходит либо от торговли чаем, по-китайски «чха», либо торговлей «шелком», по-китайски «чхо», и он вез с юга Китая. И поэтому на юге Китая те иностранцы, которые приплывали на Китай, назвали его либо «чайн» от слова «чха», либо «чхо» от слова «шелк». Афанасий Никитин, как известно, приплыл в Китай и говорил, что он встретился с Китаями. Такая вот нация Китая. Потому что он, по понятной причине, заходил с севера. То есть из Индии, а потом с севера зашел частично в Китай. Поэтому вообще, в принципе, как минимум было два Китая. В реальности, конечно, больше. И вы это, на самом деле, прекрасно знаете. Когда вы приходите в ресторан, и вам дают китайский ресторан, и вы выбираете кухню, вам говорят, вы знаете, есть сычуаньская острая кухня, есть юньнанская кислоострая кухня, есть шанхайская морская кухня. То есть это отголоски старых древних традиций. Чем отличаются котлеты из Москвы от котлеты из Владивостока? На самом деле, ничем. Нет, я понимаю, нет, есть национальные российские кухни, есть там татарская кухня, есть еврейская кухня, есть украинская. Это все нормально. Но мы говорим, что это разные нации. Есть национальные кухни. Китай одинаков, но у него разный язык, разные кухни, на самом деле, разные традиции, этнически разный тип. Вы никогда не перепутите южанина с северянином даже по виду, но при этом это единая нация. Вот это есть один из парадоксов, который опровергает классическое определение этноса. То есть этнос, как известно, у нас чем объединен? Единой территорией. Территория, конечно, единая. Единым языком. Здесь нет единого языка. Единым происхождением. Нет, они пошли из разных источников. Единым бытом и хозяйством укладом. Нет, это разный хозяйственный уклад. И все-таки это единая нация. Привет этнографам. Поэтому это первое, что мы должны учитывать. Мы сталкиваемся с неким парадоксом, которого в других культурах мы просто не наблюдаем. И устойчивость Китая базируется не на единстве нации, как бы я показал, она не едина, а на единстве идеи переживания этой нации. Когда мы считаем, что мы едины, несмотря на разные языки. И не случайно, когда китаец оказывается за рубежом, особенно в сложных условиях, первое, что он делает, он пытается воспроизвести или редуплицировать свою культуру. Отсюда же возникают чайна-тауны, китайские поселения, различные комьюнити, обслуживание китайцев. Теперь мы видим, как русские оказываются в США, например, их первая задача – раствориться в американском обществе, стать американцем больше, чем сами американцы. Вот это сохранение культурного ядра, оно автоматически воспроизводится всегда, когда Китай развивается. И когда я сначала говорил о том, что Китай развивался, рос и, по сути дела, захватывал регионы, это было воспроизводство китайской культуры в другой региональной традиции. И это как раз и говорит об устойчивости Китая. Поэтому, когда сегодня говорят, что в Китае много экономических проблем, так и есть на самом деле, экономических проблем много. И из-за этого Китай развалится? Нет, он из-за этого не развалится. Потому что есть некоторые вещи, которые скрепляют Китай значительно сильнее, чем экономические противоречия. Вот если мы смотрим на современную карту Китая, это современная карта, мы видим, что есть регионы ядра Китая, там, откуда пошла китайский этнос, ну, вот самый центр Китая. И мы видим регионы, окрашенные в такой желтый песочный цвет, это регионы, которые посредними присоединились к Китаю. Они сохраняют этническое своеобразие. Внутренняя Монголия, где живут монголы, прежде всего, Синдзяно-Уйгурский автономный район, где живут уйгуры, мусульмане тюркского происхождения, и Тибет, где живут, естественно, тибетцы, по-китайски джуани. Поскольку эти регионы были посредними присоединены к Китаю, они по-разному присоединялись, там, кто-то в XVII веке, кто-то в XVIII, китаизация их окончательно еще не произошла. И все выступления, этнические выступления в Китае, они, мы знаем, там есть проблемы с уйгурами, проблемы с тибетцами, они связаны не с политикой, на самом деле. Это очень упрощенный взгляд. Они связаны с тем, что исторически не прошло того периода, пока эти народы оказались бы втянуты в китайскую орбиту. И надо понимать, что если Китай, вот посмотрите на юг Китая, самый-самый там низ, где провинция Юньнань, Юньнань, следующее, близкое к ней государство, это Бирма. Вот если бы не было вторжения в Китай в XIX веке, скорее всего, на карте не было бы Бирмы, может быть, не было бы Вьетнама, не было бы Таиланда, был бы один большой Китай. Ну, потому что китайское развитие в XIX веке было прервано. И когда вы сегодня приезжаете в ту же самую Малайзию, не говоря уже о Сингапуре, или Индонезии, юг Индонезии, вы можете свободно говорить на китайском, вас поймут. То есть это язык, китайский язык, стал в этих странах языком общения. И хотя да, мы знаем, что есть Бахаса и Индонезия, есть малазийский язык, есть тайский язык, в любом случае китайский язык проник туда очень давно и стал языком свободного общения, приблизительно так, как английский язык является языком свободного общения по всей Европе. Вот на самом деле приближение китайзации этих регионов было очень возможно в XIX веке. Но произошел, как мы уже говорим, сбой вот этой конструкции, сбой системы. Как только исторически Китай начинает развиваться активно, Китай начинает расширяться вовремя. Вот посмотрим, это древний Китай, откуда он пошел. Самая вот маленькая, такая темная линия, очерчивающая, прежде всего, русло реки Хуанхэ, это и есть центр Китая. Вот оттуда пошла небольшая китайская, небольшой китайский этнос. Но параллельно с этим были регионы развития на юге Китая, кстати говоря, откуда пришел известный философ Лао Цзи, был на севере Китая в провинции Шаньдун, откуда пришел великий философ Конфуции. Это были разные культуры. Я думаю, что Конфуции и Лао Цзи, хотя есть такие легенды, как они говорили между собой, они бы не смогли бы понять друг друга, поскольку, скорее всего, говорили на разных языках и произносили разные слова. И вот эти разные культуры начали сливаться. И Китай начал постоянно расширяться. Видите, он как бы проходил по проходам, но сначала не выходил за Великую Китайскую стену, потому что за Великой Китайской стеной было холодно, там сложно жить. И в конце концов, вот он, по сути дела, вышел уже в Манчжурию, последнее его завоевание. Но это говорить о завоевании неправильно, потому что Китай что делал? Он экспортировал культуру. Как это происходило? Китай никогда, практически никогда, не завоевывал страны военным способом. Китай экспортировал, прежде всего, свою административную систему. Он заключал договоры. И в Китае всегда, что в древности, кстати говоря, что в современности, была уникальная даническая система, трибутарная система. Когда Китай тем странам, которые признавали его величие, платил больше, чем брал, это неправильная система. Потому что мы привыкли, что тотку захватывает, тот все отбирает. Нет, для Китая это не его. Китай так все сам все производит. Ему не нужно какие-то дополнительные богатства. Китай требует, прежде всего, подписания договоров о том, что князь какой-нибудь или царство признает китайского императора в качестве своего лидера, в качестве своего патрона. И после этого Китай начинает поставлять туда, в древности, лошадей, красавиц, фарфор, одежды. Известно, например, факт, что 60% ВВП, который производил Китай в 3 веке нашей эры, шло на поддержание вот этих вот подчиненных регионов. Китай их всегда спонсировал. Что делает сегодня Китай? Да то же самое на самом деле. Пояс и путь, который Китай обложил, 4 триллиона долларов. Это гигантская инфраструктура по всему миру. Мы же знаем, что железные дороги, буквально вчера об этом говорили, окупаются только за 70 лет. Значит, прямой окупаемости этого нет. Есть воспроизведение старой модели, когда Китай, расширяясь, начинает напитывать регионы в обмен на лояльность. Это что, спонсорство? Нет, конечно, это не спонсорство. Потому что Китай сейчас решает другую проблему. Расширяясь, то есть, производя товары, он же их не отдает на сбыт кому-нибудь. Он контролирует и систему сбыта, он контролирует логистику. Китай именно поэтому покупает крупнейшие порты в Греции, порт Пиреи, который стал китайским. Пять портов в Италии, в Средиземном море. Китай полностью сейчас контролирует Средиземное море. Порты Гамбурга и Роттердама управляются китайскими компаниями. Панамский канал, проходящийся Панамский канал, управляется китайской компанией. Китай контролирует почти все мировые морские перевозки и частично сухопутные перевозки. Да, вложили много денег, зато теперь Китай целиком может отвечать, зато перевезется товар или не перевезется. И это решение внутри китайской проблемы, а не мировой проблемы. Но самое главное, значит ли это, что кто-то сидит, кто-то из китайских лидеров и думает, как бы нам расшириться? На самом деле нет. Есть опять-таки логика развития страны, и мы можем ее проследить на исторических источниках. Как только в Китае приобретается определенный избыток прибавочного продукта внутри страны, Китай неизбежно начинает расширяться. Потому что ему надо скинуть этот прибавочный продукт, иначе начинается перегрев экономики. Это было в 12 веке, было в 7 веке, в 17 веке и так далее. Это такое саморегулирование страны. Потому что когда у вас в стране, ну сейчас живет почти полтора миллиарда населения, раньше жило, конечно, меньше, но в любом случае, самое страшное, что может быть в Китае, и мы даже, может быть, до конца не можем это осознать, это социальный взрыв, когда взрывается полтора миллиарда населения. Вот в восстаниях Болотникова, Пугачеву участвовало, ну считается, несколько тысяч людей, это считалось просто нечто невероятное. В китайских восстаниях участвовали сотни тысяч людей, и китайское государство не знало, что с этим делать. Вот поэтому самое главное – постоянное саморегулирование Китая. И саморегулирование стало еще одной национальной идеей. И это саморегулирование во многом является способом предотвращения социальных взрывов. Это китайская карта XVIII века. Она довольно интересная, или в нее глядеться вы сейчас увидите. Я понимаю, что сначала карта стала такой бессмысленной, чтобы было понятно. Вот там, где в центре большое такое пятно, это на самом деле центральная китайская равнина. Если вы еще вглядите чуть-чуть выше, есть такой полукруг – это Великая китайская стена. Так, чтобы привязаться к карте. И китайская территория описана более-менее правильно, более-менее точно. Мы видим там полуостров Шаньдун, а вот все остальное, такие маленькие коричневые точки на карте – это все остальные страны. В XVIII веке, конечно, Китай прекрасно знал, где находятся остальные страны. Они здесь располагаются вне какого-то порядка. Здесь мы можем, если надо прочитать Францию, здесь Россия. Но Китай абсолютно не волновала, где в реальности находится та или иная страна. Самое интересное, что если вы посмотрите левые и правые крайние точки, там такие вот острова, и сосна растет, а внизу еще остров. На самом деле это острова бессмертных. То есть в этой карте смешано все – и реальная жизнь, и жизнь бессмертных. Вот эта карта очень точно отражает китайский взгляд на мир. В центре иногда находится Китай, хотя, конечно, в XVIII веке Китай прекрасно знал, еще раз говорю, где плюс-минус находятся другие страны. Китайские мореплаватели уже в XII, в XIII веках плавали по всему миру. Это скорее психологическое восприятие. И вот это то, что называется восприятие мегаимперии. Когда Китай не просто империя с точки зрения системы правления. Мегаимперии – это тип империи, который живет за счет постоянного расширения и использования экономик других стран. когда страна выходит далеко за свои границы и физические рамки. Китай был не единственной мегаимперией, но классической мегаимперией, конечно, была Римская империя, когда само по себе ядро Римской империи было очень маленькое. Но при этом Рим, Рим, до этого Греция, доходили до Центральной Азии, до Индии, Александрия – классический город, античный город. И питались с этого. Это еще не колониализм. Это просто попытка экспорта своей культуры. Вот когда Китай расширяется, он экспортирует культуру и в меньшей степени экономику. И Китай никогда не экспортирует политику. Потому что политика – дело невыгодное с точки зрения экономики. Вот это и есть такое центральное ощущение, которое у Китая всегда было и оставалось. Вот я хотел бы задержать, чтобы карта была перед нами, и показать, что еще очень важно было в Китае. Почему вообще Китай не разваливался? И почему такая огромная империя всегда оставалась относительно устойчивой? И Китай, по сути дела, это единственная страна, которая расширялась и не потеряла ни куска своей территории, и только борется за ее расширение. Китай, как бы, заместит проблемы Тайваня и многие другие. Вот если вы сравните другие все государства, они в основном скукоживались, они теряли часть своей территории. Китай всегда приобретал. И удерживать эту территорию было все сложнее и сложнее. Вот здесь мы должны подойти к некоторым ключевым ценностям, о которых я, собственно, и хотел бы сейчас поговорить. Первая ключевая ценность в Китае, и это сложно понять, но надо это осознать, это конфуцианство. Конфуцианство не как религия, ни в коем случае. Конфуцианство, прежде всего, как система, которая утверждает универсальные законы и универсальные порядки. Вы можете быть буддистом, можете быть даосом, можете быть мусульманином, можете быть христианином в Китае, но при этом вы разделяете конфуцианское понимание культуры. Культура превыше всего. Человек может быть бедным, богатым, может быть чиновником или крестьянином, Но он должен быть человеком культурным. И в этом плане культура преподается через образование. Конфуцианство, первое учение, это не религия, утвердило образование как основу нации. Первые китайские школы, в том плане, как мы их понимаем, когда есть учитель, есть ученики за партами, они возникли в Китае и возникли как минимум в VII веке до н.э. Потом эта история расширялась. Китай, несмотря на вот эту гигантскую империю, был страной очень образованной. Все китайцы умели читать. Да, конечно, они не свободны, как какой-нибудь интеллектуал, но китайцы могли читать, как ни странно, вывески на домах. Что такое иероглиф вообще? Я понимаю, что те, кто пишет иероглифами, для этих все понятно, но те, кто не пишет иероглифами. Иероглиф – это картинка. Вы должны просто взять и запомнить, что обозначает та или иная картинка. Чтобы более-менее свободно читать на китайском, вам надо выучить смысл почти тысячи картинок. Вот какая у вас должна быть память. Чтобы читать тексты для интеллигенции, вам надо выучить четыре тысячи картинок. Но большие словари включают до девяносто тысяч иероглифов. Вот это совсем другое восприятие. Это вам не тридцать две буквы, не двадцать девять латинского алфабита выучить. Если вы не знаете, как читается иероглиф, вы никогда его не прочитаете. Вам надо взять и запомнить. Естественно, этот иероглиф может читаться в пекинском диалекте по одному, в шанхайском диалекте по другому, но иероглиф будет один и тот же. И вот это выучивание иероглифов, которое с детства было, оно создавало определенную прослойку людей, которые постоянно стремились к знаниям. И это конфуцианство. Конфуцианство точно так же говорило о том, что, в принципе, когда идет поглощение других территорий, что экстраполируется, что выносится за пределы Китая? Конфуцианство. Потому что на него, на конфуцианство, наизвается уже административная система, экономика, политика. Что такое конфуцианство? Это, прежде всего, набор правил, на самом деле, очень простых, но очень правильных. Уважение к старшим, забота о младших, честные чиновники. Чиновник должен быть честный и преданный. Это соблюдение ритуала. То есть нельзя делать ничего без ритуала. Или ты занимаешь низшую позицию, ты не можешь одевать определенную одежду. Или ты занимаешь высокую позицию, ты не можешь нарушать какие-то правила. Есть такая история, когда конфуция, я напомню, что он жил в пятом веке до нашей эры, заболел. И вдруг он узнает, что к нему должен прийти правитель. Правитель царства, тогда не было империи. И наведать его. А конфуция болен, он не может переодеться правителю. И ему говорят, слушайте, ну вы больны, правитель все поймет. Он говорит, нет-нет, накройте меня специальным платьем, специальной одеждой. Сверху на меня положите парадный пояс, чтобы я был как будто одетым. И вот его накрывают, и он успокаивается. Или, например, есть такая знаменитая поговорка из трудов конфуция, что конфуция не садился на циновку, которая лежала не по ритуалу. Точка. Это что такое? Что такое не по ритуалу? Может быть, криво она лежала, может быть, не в том месте. Это неважно. Было очень важно, что все должно быть на своих местах. Вот конфуцианство – это культура, которая все расставляет на свои места. И у каждого человека есть своя функция. Переход функций невозможен. Вот как раз попытка объявить, когда какой-нибудь простой крестьянин, предположим, пытается объявить себя императором – это сбой космических функций. И этого быть не может. Общество торгает. Как ни странно, в Китае, несмотря, опять-таки, на гигантскую империю, восстаний было не так много. Еще одна вещь, которую дает конфуцианство, помимо образования и культурного развития, это отрицание религии как основополагающей части общества. В этом парадокс китайской культуры. На самом деле, в западном обществе, не только в западном обществе, на Ближнем Востоке, в Европе, религия является конструирующей частью общества. Человек определяет себя во многом через религиозную принадлежность. Вы это прекрасно знаете. И это очень важный вопрос. Кто ты? Даже обратите внимание, если мы говорим, например, о христианстве, очень важно, кто ты? Православный, католик, протестант и так далее. Вокруг этого не просто споры были. Люди убивали друг друга. Люди убивали друг друга вокруг того двумя перстами, надо креститься, или тремя. Крестовые походы, то есть, по сути дела, борьба христиан с мусульманами, унесла треть населения Европы. Это больше, чем великая чума. В Китае, в Средневековом Китае, не было ни одного религиозного восстания. В Китае вообще не было религиозных восстаний. Первое религиозное восстание было понято мусульманами в Китае в 19 веке. Как раз вот у и гуры, китайские мусульмане, хуэйцы. Почему? В чем дело? Потому что, во-первых, в Китае сложилась та система, которую мы называем синкретизмом. То есть, смешением всех религий воедино. Синкретизм позволяет нам по-другому немножко мыслить. Он позволяет нам принимать любых божеств и богов внутрь единого пантеона. Вы можете прийти в буддийский храм помолиться, перейти через дорогу помолиться в Даосском храме, заглянуть в мечеть и, сняв обувь, сделать ритуал там. И когда вас спросят, во что вы верите, они скажут, во все. Или сегодня китайцы еще спросите, они верят и в Буду, и в руководство Компартии Китая, потому что и то, и другое помогает жить. В этом нет ничего странного. Самое главное. Это снимает одно очень важный психологический парадокс. Религия утверждает незыблемость любых моральных постулатов. И когда вы их не выполняете, поели мясо в пост, или выпили вина тогда, когда не надо пить, у вас возникает психологическая проблема, психологический слом. Религия создает стойкий невроз. Общество и у человека. Есть масса способов, как этого обойти, поэтому очень многие религиозные споры, любые комментарии, они нацелены на то, как бы решить проблему, можно путешественнику питаться мясом, или нельзя, например. В Китае вообще это не было проблемой. Потому что высшим существом в Китае был всегда император. Он стоял выше Будды, выше Христа, выше любых всех китайских и других божеств. Власть была реальной религией. И все буддисты, даосы, христиане, мусульмане, которые были в Китае, они были под императором и под императорской властью. Самое интересное, что император вообще никогда не вмешивался в религиозную жизнь. Верьте во что хотите. Строите любые абсолютно храмы, которые вам взбьет в голову. Главное, не восставайте против власти. И вот здесь как раз еще один парадокс. В Китае нет понятия ортодоксии, нет правильности. И как следствие нет понятия ереси. Всякая религиозная война начинается из-за того, что я говорю, что я делаю правильно, а вы говорите, что вы делаете правильно. Я, например, как-то пытался у буддистов расспросить, сколько раз надо кланяться перед алтарем Будды. Три буддиста, буддистских монахов. Они устроили гигантский спор, кто говорит шесть раз, кто-то двенадцать раз. Вот попробуйте зайти в православный храм, вам покажут катехезис, и там все расписано, сколько надо делать. В Китае этого нет. Все в Китае зависит от вашего личного учителя. Как ваш учитель научил, так и будет. Поэтому в Китае учитель значит больше, чем письменный текст. И вот это еще одна очень важная история. История того, что религия была вынута из общества и как основополагающая сила, и как сила, порождающая вражду. Кстати говоря, слово «религия», вот как мы его произносим, от латинского «религары», пришла в Китай только тогда, когда пришли европейцы. И был большой спор, как перевести это слово. Потому что в Китае было понятие «учение», в китайский «дзяо», «комфуциантство учения», «буддизм учения». И тут вдруг надо было переводить «гегеля», там есть, естественно, слово «религия». Надо как-то это перевести. Воспользовались, ну, просто взяли, сконструировали новое слово под названием «религия – это учение предков». Вот если дословно перевести сегодня слово «религия», это «дзунзяо» – учение предков, учение алтаря предков. Почему? Ну, потому что другого слова не было. Вот это еще один момент, что в Китае, если нет слова, значит, не задумывались над концепцией. Это, опять-таки, совсем другой подход к жизни. И не случайно, когда Китай была создана основно в XVIII веке русская православная миссия, все дневники людей, которые работали в русской православной миссии, это были в основном выпускники Санкт-Петербургской семинарии, они наполнены каким-то удивлением, как же Китай живет без знаний единого бога. А как тогда государство строится? Вопрос-то был очень правильный, потому что если вы посмотрите учебники по истории, неважно, это школьные или университетские, вы увидите размышления о том, что религия создает основу для скрепления государства. Почему там Египет принял ОМОН и РАК как единого бога? Потому что нужно было сплотить. Дальше, чем было хорошо христианство? Сплотило Европу как единую. Чем было хорошо православие? Сплотило Россию как единое государство. И поэтому православие действительно для России выступало как этнообразующая религия. При этом, которая не отрицала других религий, это тоже очень важно. В Китае нет этнообразующей религии. И, соответственно, нету спор. Поэтому Китай никогда не базировался на рассуждении о Боге. Соответственно, кто является в голове у китайца тем началом, тем ментором, который говорит, как надо себя вести? Вот вам любой христианин скажет, что я не убиваю не потому, что нельзя это делать по закону, это действительно преследуется, а потому что есть понятие не убить. Это нарушает целый ряд религиозных понятий. Хотя понятно, что убийств в христианстве не меньше, чем в любых других религиях, если не больше. Но мы знаем, что это плохо. Кто в Китае диктует это все? Общество. Общество. Есть внешний способ контроля за человеком. И вот это еще один момент, когда конфуцианство порождает группоориентированное общество. Для европейца важно показать себя индивидуалистом. Я писатель, я художник, я так вижу. Я могу нарисовать красного коня, могу нарисовать группу красных танцующих людей вокруг костра. Это про Андрея Матисса. Я могу нарисовать квадратного человека и сказать, я так вижу. И вы скажете, да, это очень здорово, это поразительно. В Китае такого быть не может, потому что индивидуализм, по крайней мере, до последнего момента, был отнесен где-то назад. Главное подчиняться коллективным, законным и коллективным вложениям. Отсюда же и возникает очень известная вещь, известная в Китае понятие лица. Потерять лицо, приобрести лицо. Потому что что такое потерять лицо? Это не выполнить нормативы, которые есть перед обществом, перед те нормативы, которые общество устанавливает. Что делает русский человек, когда ему говорят, что он дурак? Он говорит, вы сами дураки, да? Он говорит, сам дурак. Что делает человек, который в России делал, когда ему говорили, вам император недоволен? Он посылал императора куда подальше и сбегал на Дон к казакам. Что делал китайец, когда ему говорили, что император недоволен? Он вешался. Почему? Потому что он терял лицо. Да, можно сбежать. В Китае большая страна. Технически это, конечно, можно сделать. И в Китае были разбойники свои. Но если чиновник вдруг узнает, что император или правителям недоволен, он либо уходит в отшельники, говорит, да, я не прав, либо, в общем, окончательно поканчивая жизнь самоубийством. И вот здесь еще у нас возникает еще один момент, который также породил китайскую цивилизацию. Это гигантская система соревновательности между собой. Это та система, которую мы практически в Европе никогда не знали. Она, в общем, была порождена системой китайских государственных экзаменов. Кэдзюй по-китайски. В Китае, начиная формально с третьего века, на самом деле раньше, с третьего века нашей эры, и вплоть до 1905 года, была введена система экзаменов. Экзамены были сложными. И самое главное, экзамены сначала проходили на уровне провинции, сначала уезда, потом провинции, потом императорский экзамен. Но даже после этого мы должны были уже, будучи, сдав высший уровень экзамена, мы продолжали сдавать. Всего было 9 ступеней, по которым мы карабкались. Чем-то это напоминает наши чиновничьи степени. Но дело в том, что здесь есть одна разница. Во-первых, система была открыта и демократична. Любой крестьянин, обучившись, мог пойти и сдать экзамены. И вот это классическое понятие, то, что было в России, в Европе, аристократии, оно в Китае размывалось. И нам известны случаи, из истории известны случаи, когда простые крестьяне, грубо говоря, сдавая экзамены, становились книжниками. Что такое книжник? Это человек, который получил некую степень, но если она низкая степень, ему не достается должность. Ну, потому что долг России мало, а китайцев много. Чем он занимался? Он, например, жил в деревне и писал красивым графическим почерком, писал прошения императору от имени жителей деревни. Но он мог дальше сдавать экзамены. Дело в том, что каждый экзамен, чтобы подготовиться, требовал очень больших денег, потому что надо было нанимать учителей. И деньги, конечно, были ограничены. Поэтому в одного человека вкладывалось очень много денег. И, в конце концов, если он начинает с самых низов, он не мог продвинуться высоко. Девятая степень была самая низкая, первая самая высокая. Предположим, он дорос до седьмой степени. Но когда он, соответственно, умирает, и на его сына, есть такое понятие, переходит его тень. То есть он начинает уже не с самых низов, не с девятой степени, а, например, там седьмой степени. И самое главное, вот эта история, вот эта система создает желание участвовать в социальной динамике. Это самая открытая система в мире, которой не было даже в Европе. Вообще считается, что Китай такая абсолютистская страна, что там был император, никого не пускал, всех казнили. Это была самая активно развивающаяся система чиновничества. Самое главное, что в конце концов был и обратный процесс. Как известно, у императора там много жен всегда. Жены, наложницы. Все они борются в прямом смысле за тело императора, потому что старший сын получит наследование. Между женами и наложницами тоже есть огромная конкуренция. Не только за тело императора, но у бывших чиновников тоже есть свои жены и наложницы. Между ними тоже есть конкуренция. Их могут быть десятки и сотни. Соответственно, их детей могут быть сотни и даже тысячи. Что происходит? Ну, понятно, старший сын получает наследование. А что с младшим происходит? Ну, он становится принцем, князем, он опускается на ступеньку ниже. У него тоже, может быть, десятки сыновей. И они опускаются на ступеньку ниже. То есть, идет обратный процесс. И в конце концов в китайском обществе, где-нибудь в низах китайского общества может оказаться и такой был, опять-таки, человек из императорского рода. Китайское общество оказывалось абсолютно пронизано вот этими вот нитями, которые скрепляли его снизу вверх. И вот получается, что, в принципе, социальная динамика, образование, стремление победить в конкуренции, не только в интеллектуальной, но в том числе и в коммерческой конкуренции, приводило к тому, что образовалась высшая ценность. Это государство, которое обеспечивает вам конкурентность. И обратите внимание, что в Европе, да и в России совсем другая история была. Крестьянин не мог стать, ну, если он, конечно, не поднял восстание, не сбросил императора, он не мог стать императором. Крестьянин не мог стать известным ученым. Да, мы знаем про Ломоносова, уникальный случай, вот, но мы знаем, что с момента Ломоносова у нас есть университеты, академии, которые между собой не пересекаются. Есть и еще одна вещь, которую я, как бы, подводя итог, хочу подчеркнуть. Из-за вот этой структуры, из-за общей культурной канвы китайское население доверяет власть. Оно доверяло всегда. Посмотрите, что произошло в прошлом году, когда внезапно, вот, кстати, налетел коронавирус, и все говорили, что Китай развалится, экономически развалится, политически, потому что китайцы привыкли богатеть, они перестают богатеть, идет падение, действительно страшное падение доходности малых и средних предприятий. То есть, это, в общем, конец устойчивости Китая. Но оказалось, что доверие к власти настолько высоко, что оно компенсировало все эти, весь этот ущерб. Да и власть себя повела, как обычно ведет китайская власть, социально ориентированно. Китайская власть убрала все налоги с прибыли. Китайская власть уменьшила НДС, в то время как российская власть увеличила НДС. Китайский НДС сейчас от 1 до 3%. Продлила сроки возвращения кредитов до 10 лет и так далее. И сработал старый механизм. Вот это вот взаимные компенсации власти и государства, нераспадаемости на две части. В то время как как раз русское общество всегда абсолютно распадается, есть такое понятие взаимное избегание, взаимный эскепизм, когда общество распадается на высшее и нише, и оба слоя друг другу не доверяют. Народ считает, что власть его обманывает, власть считает, что народ недостоин такой власти, что народ неправильнее попался. Из-за этого есть постоянная конфликтность. Она все время воспроизводится. Вот как раз конфликтности в китайском обществе по этой линии не было. И как раз именно поэтому сегодня высшей ценностью китайского общества является некий лозунг, который называется «Национальная мечта», «Национальная идея», «Китайская мечта», «Джунглумонг». Это восстановление Китая в рамках вот этого мировидения, которое было всегда в Китае. И когда мы говорим о политических амбициях, об экономических амбициях, мы должны хорошо понимать, что в реальности в основе всего этого лежит совсем другой цивилизационный принцип. И мы имеем дело совсем другой цивилизации. Это не значит, что мы не сможем с ней договариваться. Конечно, сможем. Но в реальности разные ценности, разное устройство и самое главное, разное миропереживание. Вот из этого нам и придется исходить. Спасибо большое. Спасибо большое, Алексей Александрович. У нас есть время на один вопрос. Пожалуй, вопросов больше, но я думаю, затем уже после. Коротко отвечать пойду так. Да, покороче. Спасибо, Алексей Александрович. Меня зовут Джорджимон Терри. Я представитель Московского государственного лингвистического университета. Мне очень понравилась ваша Алекса, как студент, изучающий китайский язык. И у меня к вам вопрос. Алексей Александрович, вы с нами знаем, что именно в Китае есть официальный язык, который называется мандаринский. Путонхуа. И вот, значит, этот язык, значит, это для китайцев, они создали этот язык для того, чтобы понять друг друга, потому что мы знаем, что вот именно Китай огромная страна, и это является как бы общим и простым стандартным языком, который, вероятно, произошел от диалектов, которые существуют именно в Китае. Вот, мой вопрос такой. Я хотел бы знать именно такие диалекты, которые существуют именно в Китае, откуда они произошли? И вот второй вопрос у меня, это раньше, вот когда еще не было как бы стандартного китайского языка Путонхуа, какой язык и на каком языке китайцы разговаривали для того, чтобы понять друг друга. Допустим, вот те, которые жили в других провинциях, там в Китае, как они могли понять, те, которые вот живут в других как бы местах Китая. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. На самом деле очень интересный вопрос. Правильно здесь прозвучало слово мандаринский язык, там Mandarin. Кто-нибудь знает, почему он называется Mandarin? Да, ну да, северный общий язык. А почему он называется Mandarin? Почему такое слово? Откуда пошло? Вот как мы узнаем, сразу это ключ к ответу. На португальском кто-нибудь говорит? Что такое mandato, mandatio? Приказывать. To order. А слово мандат. Название мандарин пошло не от мандарина, да, а от того, что это язык был язык чиновников, которые приказывали. И когда пришли иностранцы, они увидели, что все говорят на разных языках, но чиновники говорят на языке, как мы сегодня сказали, литературном языке, на котором они пишут распоряжение и приказывают. Вот на самом деле то, что называется мандарин, он тоже не был разговорным языком. Он был языком официальным. А китайцы на самом деле долгое время, ну, например, до приблизительно 3-4 веков нашей эры между собой общались иероглифами, они писали, потому что языки были разными. А потом действительно северный язык, поскольку чиновники управляли всем Китаем, как только Китай расширялся, всем надо было получить единый язык. Поэтому в реальности большинство китайцев являются билингвами. Он говорит на своем и на мандарину. И в этом плане казалось бы самый простой крестьянин, казалось бы необразованный, говорит на двух языках. Попробуйте найти в другой стране мира крестьяна, который говорит на двух языках. Спасибо. Большое за ответ. Еще один вопрос мы, пожалуйста, заслушаем, только очень кратко. И продолжим уже потом работу. Спасибо за интересную лекцию. Я Нажималдин, представитель Астраханского государственного университета. И у меня такой вопрос. Как вы считаете, в чем секрет долгих отношений между Россией и Китаем, в отличие от США и Европы, в том числе экономические отношения? Спасибо. Вы знаете, да, это очень важный вопрос, секрет отношений. Во-первых, на мой взгляд, есть три фактора, очень коротко. Первый фактор. Обе страны, Россия, Китай, считают, что их не понимают в мире. Да. Что, вот, да, вот мы говорим, и Китай говорит, и Россия, а нас не понимают. В смысле, не с точки зрения языка, а с точки зрения наших идей. То есть, есть некоторые обиды. Это первый момент. Второй момент. Нам не нравится нынешнее устройство мировой экономики. Мы не являемся, то есть, страны разные по масштабам, но мы не являемся управляющими этой мировой экономики, потому что все мировые институты и МВФ, и ВТО, они построены были без участия России и Китая. Мы лишь участники. Нам хочется участвовать в этом деле. Третий момент, как это, может быть, даже должен стать первым моментом, это обе страны с абсолютно самостоятельной глубокой культурой, которая несводима какой-то западной или не западной культуре. И об этом можно долго говорить, но мы это прекрасно понимаем. И эта культура многообразна. Вы посмотрите, русская культура, которая включает в себя десятки религий, сотни этносов. О Китае мы только что говорили. Вот культура, она многообразна. И в этом плане мы с Китаем хорошо понимаем, что такое сложности культурного общения. Самое главное, что мне кажется, самое опасное, когда между Россией и Китаем говорят политики. Политики всегда могут поругаться между собой, это точно. Экономисты, торговцы не ругаются между собой, им главное торговать. Поэтому лучше, чтобы говорили между собой бизнесмены и люди культуры. Тогда не ругаться между собой. То есть, чем меньше политики, тем больше устойчивости. Извините, политологи, кто учится. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...